Лучшие пассы, голы и пенальти от еврейских дзюб и месси столицы. В Еврейском культурном центре Жуковка прошел чемпионат по футболу Фима Кап. Кто забил самые красивые мячи, в сюжете Татьяна Ларцовой. Фима Кап – это футбольная иудейская московская ассоциация, а этот турнир в Жуковке проходит впервые. Его организатор – клуб молодых семей Миш Паха при Московском еврейском общинном центре и еврейский религиозно-культурный центр Жуковка. «В здоровом теле – здоровый дух. Человек должен быть и в форме спортивной, тогда у него лучше работает и душа, и мозги, и он более восприимчив к познаниям Торы». 13 команд, 3 тура и нелетная погода, но дождь спортсменам – не помеха. На поле команда Стмеги и Миш Паха. В итоге счет 0-0. «Соперник был сильный, мы знаем эту команду давно, но слышали о ней. Ребята достаточно сильные, и, если честно, я доволен игрой. Для нас это хороший результат, можно сказать так». «Погодные условия, они создают небольшую интригу. Мяч кользит и начинаем бить почаще, потому что, ну, может залететь». «Почему не залетел ни один мяч?» «Ээээ... не знаю». Побегать под дождем Стмеги пришлось и во второй раз. Здесь они встретились с общиной «Сокол аэропорт». Исход игры, как у России, Саудовской Аравии – 5-0. Но здесь по-другому и быть не могло. «Слышите, ребята, ай!» «Да! Давай!» «Да!» «Был очень интересно на этом турнире, было очень интересно. Команды бились до конца. Видно, что некоторые команды тренируются. Ну, и всем желаем успехов. А такие турниры надо проводить чаще». У команды Стмеги соперники шли по нарастающей. Макаби – явный фаворит турнира. Но если у одних опыт и мастерство, то у Стмеги непреодолимая воля к победе и желание биться до конца. И, возможно, этот Мондиаль тоже станет очередным чемпионатом. Чудес! «Мы не можем бегать, как они, но в футболе, как говорят, быстрее всего бегает мяч. Был прям настоящий футбол с красивым голом, с отличной игрой вратарей. В принципе, не сильно отличается от того, что мы видим по телевизору. Смотреть было в одно удовольствие». Но не для Стмеги. Единственный гол был в их ворота, и они сошли с дистанции. Но заняли почетное второе место в группе и будут продолжать усиленно готовиться к ежегодному кубку Стмеги. «Да, мы уволили вратаря. В общем, такие ошибки не прощаются. Отправили запрос в сборную России, каким фейф, наверное, перейдет в нашу команду скоро». «К своему оправданию могу сказать, что там мяч вылетел из-под ног защитника, ну, между ног, и он летел в ближний угол. И я уже не видел, и в конце не успел сыграть руками. И, к сожалению, с погодой он выскользнул у меня из рук, и, к сожалению, подло залетел в ворота». Как оказалось, Стмеги проиграла чемпионом этого турнира. Макаби заняла первое место. А, как известно, проигрывать победителям не стыдно. Второе – Умаген Давид Хама. Третье – команда МИОЦ. Третье – команда МИОЦ.